Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. Сегодня у нас будет обзорчик. Обзорчик инструмента, предоставленной компанией Neotools. Кстати, сразу скажу, что именно эта компания дает гарантию до 25 лет на свой инструмент. Инструмент я подбирал, ну, то, что как бы нужно мне, но тут есть и ходовые позиции, которые могут пригодиться каждому домашнему мастеру. Так что рассмотрим поподробнее, поделюсь небольшими фишечками. В общем, поехали! Так, ну и давайте начнем с самого ходового. В руках у меня алюминиевый уровень. Длина его 100 сантиметров, он имеет фрезерованную поверхность. Сам корпус алюминиевый, толщина корпуса полтора миллиметра. Уровень применяется у нас для определения отклонений как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Он очень прочный. Настройки уровня часто падают и сбиваются, поэтому важно делать прочные уровни. Ударопрочные заглушки. Ударопрочные колбы. Сделаны из поликарбоната. Жидкость в колбе не выгорает на солнце. Жесткое крепление колб к уровню. У бюджетных уровней крепление просто на шурупах, которые выкручиваются при падении. Как и у другого любого уровня, должна быть хорошая точность. Погрешность тут не превышает в 0,5 миллиметров на метр. Это соответствует европейским стандартам. Фрезеровка хорошего качества, то есть на стороне, к которой прикладывается уровень, очень тщательно убрана вся краска. Для точности уровней это очень важно. Ну и самое главное это удобство. Большой пузырек и метки довольно яркие. Легко считывать показания. Ну и если в работе вам нужно поставить уровень к краю, то для таких случаев можно снять заглушки. И не забываем 25 лет гарантии. Далее, друзья, у нас идет степлер. Степлер тип скобы 53. Это, кстати, очень важно. Если вы покупаете степлер, всегда узнавайте, какой тип скоб. Я как-то поехал на рынок, купил хороший степлер, дорогой, но не посмотрел, какой тип скобы. Оказалось, 140-й. И как назло, в моем городе таких тип скобы не продается. Пришлось заказывать отдельно, через интернет. А 53-й тип скобы, это самый ходовой. Он применяется практически в любом каркасостроении. Чтобы вы понимали, 140-я скоба, она намного толще, жестче. И ей обычно стреляют, ну, какую-то там металлическую сетку. А пленки, разные картонки, ну, то, что у вас окружает в домашнем хозяйстве, всегда используют 53-ю скобу. Только зависит уже там от высоты ножки. Они бывают там 8-е, 10-е, 12-е, 14-е. То есть это уже выбираете сами в зависимости от своих задач. Поэтому всегда обращайте внимание, если берете степлер, то 53-й тип скобы. Сам степлер выполнен из алюминиевого сплава. Прочный корпус обеспечивает длительный срок службы. Инструмент оснащается удобной рукояткой. Также имеется регулировка силы удара, которая позволяет подобрать оптимальное усилие, в зависимости от плотности материала. Далее, друзья, у нас идет головной фонарик на 400 люминов, предоставленный компанией Neo Tools. Такой фонарик питается тремя батарейками типа АА. Где его применять? Его применять можно абсолютно везде. Если вы живете в частном доме, неважно, в квартире, он отлично подойдет электрикам, сантехникам, поехали на рыбалку, на охоту, в мастерской, какие-то ремонтные работы с автомобилем, то есть подсмотреть, подсветить, вырубило свет в доме, посмотреть в щитке, может быть, вырубило пробки. То есть такой фонарик я всегда всем рекомендую иметь в запасе у себя в резерве дома для неопределенных задач. Вы можете даже отправиться в турпоход, то есть взять его с собой, и вечерком у вас всегда будет подсвечен ваш круг общения. Как бы я сам сколько езжу с палатками, всегда в комплекте, всегда с собой я кидаю такой фонарь. Для изменения фокусировки луча на корпусе расположен зум. Фонарь имеет резиновые ленты для крепления на голову. Сам фонарик оснащен светодиодом высокого класса LED CRI R5. Это самый известный американский производитель светодиодов. Алюминиевый корпус хорошо защищает и не дает нагреваться фонарику. Продолжительность работы на полной яркости составляет 2 часа. Если у нас яркость в 50%, то 5 часов. Регулируемый угол свечения, а также три функции свечения на 100%, на 50% или стробоскоп. Хороший фонарь и всегда пригодится в домашнем хозяйстве. Далее, друзья, эту штуку я подбирал для себя, потому что у меня есть катушка, а вот такого переносного шланга для компрессора нет. Это у нас спиральный пневматический шланг для компрессора. Длина его 15 метров. Внутренний диаметр шланга 8 миллиметров. Внешний 12. Шланги от компании Neu изготовлены из высококачественного полиуретана. Максимальное рабочее давление 8 бар. Предназначен для работы в диапазоне температур от минус 10 до плюс 35 градусов. Также имеются муфты в комплекте. Вот эту штуку, друзья, я просто обожаю. Я вот как только начинаешь делать электрику своими руками, будь это мастерская, сарай, курятник, в доме, я сразу вспоминаю, что наконец-то, наконец-то у меня есть съемник изоляции. Это у нас съемник изоляции Neu. Работает он в диапазоне с проводами с сечением от 0,5 миллиметров до 6 миллиметров. В принципе, вы можете закрыть практически все свои боли, если вы будете делать электрику своими руками. Имеет прочный корпус, изготовлен из стекловолокна, армированного нейлоном, и блокиратор. Губки инструмента выполнены из высокосортной легированной стали SK5, что обеспечивает прочность и остроту съемника. Рукоятка оснащена встроенным резаком для резки кабелей диаметром до 2 миллиметров. Также предусмотрена регулировка длины снимаемой изоляции от 5 до 12 миллиметров. Это реально крутой помощник для домашнего мастера и электриков. Работать с проводами одно удовольствие. Больше не будет резаных пальцев от канцелярского ножа. Ну и напоследок, друзья, самое сочное. Это у нас кейс инструментов Neo Tools на 100 предметов. Такой кейс инструментов полезен в первую очередь. Это для проведения технического осмотра и ремонта своего автомобиля. Второе, его можно использовать в мастерской для слесарных работ. Третье, это, допустим, в домашнем быту. Мелкий ремонт, сантехники, сборка мебели и набор инструментов в доме, ну, я считаю, всегда 100% он пригодится. Благодаря наличию отдельных позиций для хранения, поиск и подбор подходящего инструмента или оснастки занимает буквально считанные секунды. Наличие вспомогательной оснастки облегчает доступ к любому крепежу, даже в заглубленному или расположенному под углом. В кейсе имеется 100 предметов, длительный срок службы, прочная сталь с защитой от коррозии, отличная гарантия в 25 лет. И сам кейс довольно удобный. Так, друзья, у меня кейс прямо вот реально для домашнего мастера. Какие плюсы, я сразу сходу заметил. Когда я открывал кейс, у меня с этой стороны ничего не высыпалось. Это очень классно, потому что порой бывает, покупаешь инструменты и просто ты его открываешь, у тебя просто рассыпью сразу все валится. Тут хорошо стоят ключи, зажимаются ключи. Во-первых, это очень простой доступ. Вот я обычным пальчиком его беру и так же легко я могу его убрать на место. То есть, все ключи у нас от восьмерки до девятнадцатого имеются в наличии. Самые ходовые, что нужно в доме. Также имеем ручной инструмент. Это пассатижи, молоток, пять видов отвертки, кистовая, прямая, две трещотки. Под каждую трещотку пошел разбег головок с десятой по тридцать, вторую для большой и для маленькой аж с четверочки до тринадцатой. То есть, все отлично. Имеется два у нас таких карданчика. Один на одну трещоточку, второй на другую. Вижу удлинитель для большой, удлинитель для маленькой. Имеются шестигранички, которые бывают порой нужны дома. Какую-нибудь светодиодную лампу там подредактировать, скажем, подкорректировать. Имеется держатель. для бит переходник для бит не вижу. Сейчас найдем. Вот он у нас переходничок для бит. Да, то есть, мы можем спокойно вставить битку и ей работать. Битки у нас есть как по HPZ. Также у нас шестиграничек. Все самое ходовое. Далее у нас есть вот такой кейс для обжима проводов. В комплекте идет. Это хорошо. Далее вот такие ходовые клещи. Любые гайки в домашнем хозяйстве. Газовый баллон. Подтянуть гаечку, снять. То есть, что-то связано с коммуникациями. Также у нас идут инструменты для электрики. То есть, найти фазу можно легко для обжима проводов. И, собственно, все. Как я и сказал, все самое необходимое. Кейс достаточно плотный. Пластик толстый. Несопливый. То есть, вы его не проломите. Я думаю, на него даже можно встать, сесть. Закрывается все надежно. Пластик тоже несопливый. Так что, смелая пятерочка. Вот такой, друзья, у нас на сегодня обзорчик. Я оставлю ссылку в описании под видео, где вы можете перейти на конкретные позиции. Также вы можете посмотреть любой другой инструмент для себя. То, что вам необходимо и чем вы пользуетесь в домашнем хозяйстве. Инструмент добротный можно пользоваться. Нужно пользоваться. Ни в коем случае его не складывать на полки. Также мы познакомились со всеми инструментами и также мы прокачали обычный алюминиевый уровень. Теперь у нас он магнитный. Пишите свои вопросы, пишите комменты, ставьте лайки, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать больше полезных выпусков. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Сергей. Всем легкой работы и пользуйтесь хорошим инструментом от качественного производителя. Всем пока-пока.